Здравствуйте, это Влад. Рад представить вам новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Таким образом, со стороны обвиняемой имела место преступная халатность, закончил свою речь прокурор. Мы четко и ясно видим это по совокупности улик, предоставленных следствию. Непонятно, о чем думала эта женщина, проводя реанимационные действия, но только не о спасении пациента. Поэтому обвинение требует не только пяти лет заключения, но и пожизненного запрета занимать любые должности в медицинских учреждениях. Ей нельзя быть не то, что врачом скорой помощи, но даже и утки за пациентами выносить, а то мало ли что. Алена сидела на скамье подсудимых, спрятав руками лицо. Ей казалось, что это конец. Суд еще не вынес приговор, но она чувствовала, что уже приговорена. Прокурор мог бы не трудиться со своим запретом на занятия определенными видами деятельности. После такого ее и так никто не возьмет на работу в сфере медицины. Хотя она абсолютно точно знала, что все делала как полагается, действовала строго по инструкции. Просто ничем уже не могла бы помочь несчастному мужчине, попавшему по роковому стечению обстоятельств, именно к ее бригаде. Алена пыталась, прилагала все усилия, чтобы спасти его, но иногда случается так, что врачи уже бессильны что-либо предпринять. Когда супруга этого мужчины с дикими криками появилась на пункте скорой, где Алена со своей бригадой отдыхала перед новым вызовом, врач не придала этому особого значения. За всю многолетнюю карьеру она видела немало убитых горем людей. Многие из них, не в силах смириться с потерей, обвиняли во всем их, но потом успокаивались, приходили в себя, осознавали, что никто не виноват в смерти их близкого. Почему-то первой эмоцией, которую Алена испытала к этой женщине, была острая жалость. Все по-разному переживают свое горе. Кто-то плачет, кто-то замыкается в себе, ну а кто-то ищет виноватых. Ксения, как можно более мягко убеждала ее Алена, я очень соболезную в вашей утрате, но поймите, не всегда возможно спасти пациента. Я сделала все, что в моих силах, но у вашего мужа просто не было шансов. Конечно, не было, раз ему попалась такая криворукая врачиха, бросила ей разъяренная супруга. Алена пропустила это оскорблением мимушей. Что толку обижаться на глубоко несчастного человека? Да и по правде сказать, это были далеко не самые страшные слова, которые ей приходилось выслушивать от разъяренных пациентов или их близких. Она продолжала спокойно и уверенно говорить, объяснять, убеждать. Все без толку. Ксения упрямо не хотела ничего слышать. Ни объяснений, ни уговоров, ни даже извинений. В конце концов, Алена махнула рукой, решив, что человеку нужно просто выговориться или, вернее сказать, проораться. И она просто молча выслушивала льющийся на нее поток обвинений в перемешку с оскорблениями. «Я этого так не оставлю!» – бросила, наконец, вдова. «Я на тебя заявление в полицию напишу. Ты у меня так просто не отделаешься!» Алена и это пропустила мимо ушей. А зря. Заявление в самом деле было написано. Ее это, естественно, взволновало. Она была уверена, что сумеет доказать свою невиновность, но все это о репутационной потере. Уголовное дело, заведенное на врача скорой – это не шутки. Но чем больше проходило времени, тем хуже становилась ситуация. Следователи неожиданно быстро начали находить какие-то доказательства, что Алена и вправду не соблюдала инструкции. В бумагах обнаружили какие-то недочеты. Более того, нашлись некие свидетели и даже эксперты, утверждавшие, что врач на самом деле допустила преступную халатность в отношении конкретно этого пациента. На время расследования ее даже отстранили от работы, что было для Алены совсем уж невыносимо. Долгие годы она жила только тем, что ездила на вызовы и спасала людей, и совершенно не знала, чем бы еще себя занять. «Ничего, все образуется», – утешал ее муж. «Строго говоря, может быть, в таком состоянии тебе и в самом деле не стоит ехать к пациентам, мало ли что». «Да, наверное, ты прав», – рассеянно отвечала она. Костя был прекрасным человеком, добрым, любящим, заботливым. Конечно, за те семь лет, что они находились в браке, случалось разное – и хорошее, и плохое. Но в целом они были нормальной, счастливой семьей. Вот разве что детей у них так и не получилось. Однако, с этим они как-то смирились. В конце концов, Алена была совершенно не уверена, что они могли бы стать хорошими родителями. С одной стороны, материально они были вполне неплохо обеспечены. Костя имел хороший доход, работая тренером в фитнес-центре. С ее же стороны был большой дом, крепкий, добротный, оставленный ей покойными мамой и папой. Места в нем, пожалуй, хватило бы и на четверых детей. Однако, оба они не видели жизни без своей работы и, пожалуй, были слишком увлечены ей. У Алены постоянные ночные смены. Да и дневные, по правде сказать, были не сильно-то легче. Зачастую, она возвращалась домой, не способная ни на что, кроме как упасть на кровать и крепко уснуть. Костя же частенько брал подработки. Или задерживался в фитнес-центре подольше, чтобы дать клиентке какие-то дополнительные пояснения или указания. И вот теперь, когда Алена столкнулась с такими серьезными трудностями на работе, супруг как мог поддерживал ее. Но однажды пришел домой мрачнее тучи и с каким-то странным отвращением буквально швырнул на кухонный стол газету, будто отбросил от себя ядовитую змею. «Полюбуйся», – коротко сказал он. Алена с тревогой посмотрела и на первой же странице увидела свою собственную фотографию. На снимке она, должно быть, выходила с работы после известия о собственном отстранении. Лицо было взято крупным планом, и выражение его было то ли грустным и уставшим, то ли каким-то злым. В любом случае, приятного в этом снимке было мало. Впрочем, заголовок оказался еще хуже. «Убийцы в белых халатах, они уже среди нас». Алена попыталась было прочитать статью, но бросила ее на четвертой строчке. Столько нелестных эпитетов в свой адрес, она бы еще как-то могла перенести, но журналист щедро поливал по-моему вообще всех представителей профессии, обставляя дело так, будто они намеренно убивают людей и не несут за это никакого наказания. «Тебе нужен адвокат», – сказал Костя. «Ну я же…» – пробормотал Алена. «Да», – раздраженно ответил он. «Я знаю, что ты ни в чем не виновата, и чтобы это доказать, тебе нужен хороший юрист. Я подыщу, не беспокойся». И в самом деле, уже на следующий день он сообщил, что нашел подходящего специалиста. «Дмитрий Равенский – настоящий профессионал своего дела. Буквально восходящая звезда адвокатуры. Уже он-то точно сможет доказать, что ты абсолютно не причастна ни к чему из того, в чем тебя обвиняют». «Равенский?» – задумчиво пробормотал Алена. «А это не тот, про которого не так давно писали? Вроде как за всю карьеру не выиграл ни одного дела. Ты уверен, что это подходящий вариант?» «Да ты вспомни, что в этой желтой газетенке написали про тебя», – возразил муж. «Все переврали. Конечно, формально дела он не выигрывал, но выбивал для своих клиентов лучшие условия, какие были возможны в тех обстоятельствах. Они ведь были реальными преступниками. А ты и вовсе не виновна. И он определенно сможет это доказать. «Поверь, мне его посоветовали люди, которые разбираются в таких делах. У нас клиенты знаешь какие?» «Ну, раз так», – успокоилась Алена. И вот теперь, сидя на скамье подсудимых и выслушивая хлесткую речь прокурора, она была совершенно не уверена, что сделала правильный выбор. Казалось, невозможно найти таких слов, которые перебили бы это выступление. Да и доказательства, возникшие непонятно откуда, казались весьма и весьма убедительными. Однако, настало время для выступления Равинского. Он поднялся со своего места, скромно откашлялся и начал говорить. В отличие от прокурора, адвокат излагал все тихим, спокойным, совершенно безэмоциональным голосом. Он не пытался воздействовать на чьи-то чувства, а излагал сухие факты, подтверждая их большим количеством документов, передаваемых судье. «Ваша честь», – говорил он, – «все обвинения, предъявляемые моей подзащитной, являются чистой воды ложью. Имела место вопиющая подтасовка фактов. Медицинские протоколы, предоставленные уважаемым прокурором, были подделаны. Ими заменили реально существующие документы, но мне удалось достать оригиналы. У меня имеются неопровержимые доказательства, что свидетели, на чьи показания ссылаются обвинения, были подкуплены. Кроме того, я готов предоставить новых свидетелей, которые, в отличие от всех остальных фигурантов дела, достоверно видели, что делала в машине скорой моя подзащитная. Это ее же бригада. Они сами находились на месте происшествия». Один за другим в зал начали входить коллеги Алены. Все как один утверждали, что в тот день она действовала строго по инструкции и просто не могла бы спасти пациента. Также, к вещему ее удивлению, выступило и больничное начальство, дав ей лучшие характеристики из всех возможных. Равинский даже сумел отыскать других ее пациентов, благодарных, которым она в свое время спасла жизнь, и не слишком благодарных, чьим близким она не смогла помочь, некоторые из которых потом пытались предъявлять точно такие же обвинения, как и на этом суде. И они тоже говорили, что в итоге поняли, что никакой вины врача в произошедшем нет. Прокурор сидел с абсолютно бледным лицом, очевидно понимая, что карьера его на этом деле может закончиться. Как мог он так промахнуться? Как мог не проверить очевидные факты, которые какой-то замшелый адвокатишка раскопал меньше, чем за месяц? Поверил следствию, которое, очевидно, поверило или было подкуплено этой дамочкой. Погнался за сенсацией и вот результат. К концу триумфальной речи адвоката стало понятно, что дело выиграно. Судья не слишком долго думал, прежде чем снять с Алены все предъявленные обвинения. Из зала суда она выходила не убийцей в белом халате, а врачом, честно выполнявшим свою работу и получившим за нее черную неблагодарность. Однако радость была недолгой. Очень быстро выяснилось, что с завершением суда еще ничего не закончилось. Пусть Ксения и не сумела добиться того, чтобы Алену признали виновной юридически, общественное мнение она все же перетянула на свою сторону. Все продолжали обсуждать это дело, направо и налево ругая продажные суды. В той же газетенке, что писала гадости и про нее, и про Равинского, вышло большое интервью Ксении. Заливаясь слезами, женщина рассказывала, как Алена чуть ли не специально убила ее несчастного мужа, которому якобы питала какую-то личную неприязнь, а потом еще и воспользовалась своими мифическими связями в суде, чтобы обелить себя. Тот же сюжет показали по местному телевидению. Алене пришлось закрыть свои страницы во всех социальных сетях, поскольку ей стали поступать многочисленные угрозы от разгневных граждан. Кто-то выведал ее телефон, и на него градом посыпались сообщения самого неприятного содержания. Приходили они и в больницу, где работала Алена. Ей оставалось только порадоваться, что никому не удалось выведать ее домашний адрес, а то, чего доброго, еще бы и дом подожгли. Ей был известен только один способ отвлечься от любых неприятностей – с головой уйти в работу. Так она и поступила. Брала дополнительные смены, трудилась, не щадя себя до полного изнеможения. Однако и на вызовах нередко сталкивалась с враждебным отношением, а то и с требованием, чтобы больного лечил какой-нибудь нормальный врач. С каждым днем Алена ощущала себя все хуже и хуже. Не только морально, но и физически. Появились какие-то непонятные боли в животе и голове. Началась тошнота по утрам. Как врач, она прекрасно знала, что это может быть следствием постоянного стресса. Да и вообще, чего угодно еще. Чтобы выяснить точно, стоило обратиться к специалисту. Врач спокойно выслушал ее жалобы, а затем назначил анализы. Алена глазам своим не поверила. На определение беременности. Такая мысль, довольно очевидная, в голову ей даже не пришла. Наверное, потому что, раз уж за семь лет не срослось, то нечего было и ждать, что получится теперь. Однако, счастливая новость подтвердилась. Впервые за долгое время она шла домой с радостными мыслями, в которых не было ни тени тревоги. Наконец-то сбылась ее мечта. Семь долгих лет Алена хотела ребенка, но в конце концов отчаялась и даже убедила себя, что ей это совсем-совсем не нужно. И только теперь поняла, каким ужасным самообманом занималась все это время. «Ты чего это такая довольная?» Подозрительно осведомился муж. Стоило ей только ступить на порог. «Кость, милый, у меня такая радостная новость!» воскликнула она. «Я беременна!» «А-а», протянул он. «Круто! Поздравляю!» А развернувшись, супруг направился в сторону гостиной. А Алена так и застыла на пороге в легком недоумении. Казалось, он совершенно не обрадовался этой новости. Воспринял ее с каким-то непонятным равнодушием. Может быть, не поверил? Или не осознал, что именно он услышал? Возможно, это было не безразличие, а состояние шока, которое, как известно, может возникать и от счастливых, но очень неожиданных новостей. Так или иначе, долго радоваться Алене было не суждено. Как и положено, она стала проходить различные обследования, чтобы убедиться, что с будущим малышом все в порядке. Тут-то и появились тревожные новости. «Не вовремя вы забеременели, конечно», откровенно сказал ей лечащий врач. «Я имею в виду весь этот стресс, не самым благоприятным образом влияет на процесс». «Что-то не так?» глухо спросила Алена. Ей не нужны были долгие путанные объяснения. О причинах она со своим медицинским образованием могла бы догадаться абсолютно самостоятельно. Доктор вздохнул. «Серьезная угроза выкидыша», заключил он. «В любой момент может понадобиться срочная госпитализация. Я бы рекомендовал...» «Отказаться от работы, избегать всяческих стрессов и так далее», перебила его Алена. «Я бы и сама это назначила». Такое решение, хоть и было необходимым, далось ей очень нелегко. Она и в самом деле не представляла свою жизнь без работы. Но здоровье будущего малыша, а тем более его жизнь, конечно, были важнее. На следующий день Алена явилась на смену только для того, чтобы объяснить коллегам сложившуюся ситуацию. «Жаль, конечно», – сказал водитель. «Хороший ты врач, Аленка. Но что поделать? Надо, значит, надо. Ты обращайся, если что. Чем сможем, поможем». Вся бригада определенно разделяла его точку зрения. С полчаса она выслушивала в разных выражениях поздравления, сожаления и обещания помощи. Отчего-то все это казалось Алене страшно неловким. Хотелось побыстрее покинуть стены больницы и оказаться в уюте собственного дома. Впрочем, это слишком сильно сказано. Никаким особым уютом здесь давно уже не пахло. Еще бы. В последнее время хозяева приходили сюда в основном лишь для того, чтобы поспать и, может быть, поесть. Прямо не дома, а какой-то склад вещей. Раньше Алене было на это наплевать, но теперь подействовало на нее неожиданно угнетающее. И она принялась за уборку и на ведение уюта. Целыми днями что-то чистила, мыла, пылесосила, покупала различные мелочи. В один день поменяла все шторы и постельное белье. Старые начали казаться какими-то замшелыми и старомодными. И, конечно же, нужно было подготовить комнату, в которой будет жить малыш. Эти хлопоты увлекли ее практически без остатка. Однако она не могла не заметить, что с Костей что-то не так. Алене казалось, что он начал проводить на работе еще больше времени, чем раньше. Впрочем, оно и понятно. Появление нового члена семьи уже сейчас требовало дополнительных расходов, а дальше их будет только больше и больше. Должно быть, именно с усталостью от постоянного труда было связано и некоторое охлаждение их отношений. Приходя с работы домой, Костя сразу отправлялся в спальню, порой забывая даже поздороваться с супругой. Не было больше ни долгих совместных посиделок на кухне, ни традиционных поцелуев при встрече. Однако Алена надеялась, что со временем все вернется на круги своя. За домашними хлопотами она и сама не заметила, как пролетело несколько месяцев. Срок родов стремительно приближался, а муж, казалось, все так же стремительно отдалялся от нее. Алена никак не могла понять, что кроется за подобным поведением. Это даже начало в какой-то мере тревожить ее. Хотя, куда больше она волновалась о том, чтобы беременность успешно завершилась. В один из дней Алена придирчиво осматривала уже почти готовую детскую, пытаясь понять, не забыла ли ли чего-то важного. И в этот момент зазвонил телефон. Взглянув на экран, она немало удивилась. Аппарат сообщил, что звонит Равинский. Алена сняла трубку и с некоторым недоумением в голосе спросила. «Здравствуйте, Дмитрий». «Здравствуйте, Алена», – откликнулся адвокат. Голос его звучал напряженно и даже как-то тревожно. Это заставило ее само обеспокоиться. Понятно было, что просто так он звонить не будет. «Значит, возникли какие-то проблемы и вполне вероятно серьезные?» «Что случилось?» – спросила она. «Ксения», – мрачно ответил он, – решила зайти с другой стороны. «Подала на вас гражданский иск. Утверждает, что ваши действия причинили ей страшный моральный, да еще и вдобавок материальный ущерб. Мол, без кормильца осталось. Требует какую-то совершенно жуткую компенсацию». «Но разве это возможно? У нас же есть решение суда, который четко определил, что я не виновата». «Теоретически, возможно, если ответчик, ну, то есть вы, не явитесь на разбирательство. Там уж никто особо выяснять не будет, удовлетворят требования, да и дело с концом. Других-то доказательств никто не предоставит. А уж поверьте, она сделала все, чтобы вы ничего не узнали об этом процессе. Хорошо, что я отслеживаю такие вещи. Как чувствовал?» Алена неожиданно ощутила то, чего раньше, пожалуй, ей ощущать не доводилось. Где-то внутри нее вскипала первобытная ярость. «Да что эта дамочка себе позволяет? Это уже совсем не было похоже на поведение убитого горем человека. Скорее уж, на очень хладнокровный расчет, с целью нажиться на случайно подвернувшемся человеке». «Я тут кое-что накопал», — продолжил тем временем Равинский. «Будет хорошо, если вы подъедете ко мне в офис». «Хорошо, приеду», — коротко отозвалась она и повесила трубку. Не прошло и часа, как Алена буквально влетела в его кабинет. Ей хотелось разобраться с этим делом раз и навсегда. В глазах пылал огонь праведного гнева. Однако адвокат смотрел только на ее живот, уже заметно округлившийся. «Ох», — только и выговорил он. «Вы, простите, не знал о вашем положении. Надо было, наверное, как-то помягче или вообще связываться не с вами, а с вашим мужем». «Ничего страшного», — отрезала Алена. «Муж мой и без того постоянно занят. Нечего его дергать по таким пустякам. Что вы выяснили?» Некоторые финансовые документы. Ксения, кажется, ни дня в своей жизни не работала. Жила за счет мужа какого-то крупного бизнесмена. Когда его здоровье стало портиться, он уже не мог нормально управлять делами. Понадеялся на жену, а она, соответственно, только еще больше все испортила. Возможно, этот факт и добил беднягу окончательно. Так или иначе, она обанкротилась еще до того, как его не стало. Так что ее требования к какой-то компенсации на этом фоне звучат совсем уж смехотворно. Плюс, как вы заметили, у нас уже есть решение суда, признавшего, что вашей вины в этом деле нет. Правда, она утверждает, что появились какие-то новые свидетельские показания. «Кого ты еще подкупила?» — марично осведомился Алена. «Скорее всего. Если так, мы и быстро это вычислим». «Да уж, вот вам и бедная обанкротившаяся вдовушка», — фыркнула Алена. «Деньги на подкуп откуда-то у нее находятся». «Именно так», — улыбнулся адвокат. «Это лучшее доказательство неправомерности ее претензий. Но сейчас нам с вами нужно написать пару бумаг, чистая формальность, плюс оформить доверенность, чтобы я мог представлять ваши новые интересы в суде». На все про все. У них ушло около часа. Когда Алена вышла из адвокатской конторы, настроение у нее было боевое. Возможно, сказалось еще и то, что теперь она отвечала не только за себя. Теперь эта несносная женщина собиралась обворовать еще и нерожденного ребенка. И было просто невозможно оставить это безнаказанным. «Я позвоню вам, как только появится информация про нового свидетеля», — сказал ей на прощание Равинский. «Ума не приложу, кто бы это еще мог быть. Такая таинственность». Впрочем, на то, чтобы выяснить личность свидетеля, у него ушло не более трех дней. Оказалось, что у дамочки уже давно был роман с ее личным тренером. Он-то и согласился на условиях анонимности целых два раза дать подложные свидетельства против Алены. Тут же возникает вопрос, а почему вдруг по такому делу суд должен слушать какого-то непонятного тренера? Он же не эксперт, не врач, не наблюдал собственными глазами то, что происходило в тот злополучный день в карете скорой помощи. Нет, ничего из этого не было верным. Все оказалось гораздо хуже и в то же время прозаичнее. Любовником Ксении оказался Костя, муж Алены. Тут-то все встало на свои места. И испортившиеся отношения, и его холодная реакция на беременность супруги. Все было так просто, так банально и так невозможно. Это была не просто измена, а жестокое, беспощадное предательство. Ужасный способ избавиться от жены, уйти к любовнице, да еще и сделать вид, что Алена сама во всем виновата. Конечно же, и в новом суде, Им с Равинским удалось без труда доказать правоту. Однако Алена не ощущала от очередной своей победы ни радости, ни даже удовлетворения. Только какую-то горечь, тупую боль где-то в груди и полное непонимание, как ей жить дальше. «Может, сходим поужинать, отметим завершение этой истории?» Неожиданно предложил ей Равинский, как только они покинули зал суда. «Теперь-то точно есть что. Больше этой Ксении ничего не светит, как бы она ни старалась. Я знаю одно очень уютное заведение неподалеку». «Можно?» – сказал Алена. Несмотря ни на что, она не могла не испытать облегчения, что вся эта история и в самом деле завершилась. И с Ксенией, и с неверным мужем, измена которого наконец-то была изобличена. Так почему бы ей в самом деле не пообедать с человеком, который очень помог ей со всеми этими судами? Как бы все сложилось без него, она даже представить себе не могла. Они прошлись по вечерней набережной, освещенной, казалось, миллионами ярких огней. Ресторанчик, выбранный адвокатом, и в самом деле был очень уютным. Декорированный в основном живыми растениями, он располагался у самой кромки воды. Они ели, смотрели на потрясающий вид открывающейся с ледней веранды и беседовали. «Одного я только не понимаю», – задумчиво сказала Алена. «Чего она с меня взять-то хотела? Не то чтобы зарплата врача скорой такая уж большая. Можно было бы подумать, что она целилась на деньги Кости, как законного мужа, но... Да и он вроде бы не миллионер». «А это как раз не она хотела», – печально отозвал Серовинский. «Это супруг ваш. Так-то ему при разводе ничего бы и не досталось. Дом-то ваш, добрачное имущество. А вот попытаться отсудить его таким способом, почему бы и нет, могло сработать». «Неужели ему так нужен этот дом? Он, конечно, хороший, но...» «Да, дело не в самом доме. Дело в земле. Она у вас стоит на таком шикарном месте, чуть ли не в центре города. Много ли частных домов у нас вообще осталось? А ведь там можно построить кое-что посерьезнее. Представляете, за какую цену застройщики готовы выкупить этот участок?» «Да уж, можно представить», – задумчиво сказала Алена. «Надо же, как жизнь складывается. А ведь именно он мне вас посоветовал. Если бы не это, мне бы ни за что не справиться со всеми этими судами». Лицо адвоката неожиданно помрачнело. Он посмотрел на нее внимательно и серьезно, а затем выдался внезапной яростью в голосе. «Что ж, в таком случае он просчитался». Алена удивленно подняла на него глаза. А потом и сама вспомнила детали того разговора. Вспомнила, как сама до последнего момента была неуверена в правильности выбора именно этого юриста. Должно быть, он и в самом деле был не слишком хорош, по крайней мере, раньше. Вот Костя и выбрал именно его. Специально, чтобы дело провалилось. «Я так понимаю, раньше ваша практика складывалась не очень удачно?» спросила она, стараясь быть как можно более тактичной. «Был такое», – неохотно ответил он. «Честно говоря, к тому времени, как вы меня наняли, я и вовсе собирался уйти с этой работы. Уже давно сидел без заказов, но за это время все же кое-чему научился. Подумал, проверю себя в последний раз. Если уж и тут не повезет, значит, не быть мне адвокатом». Тем вечером она вернулась в свой дом, и он показался ей каким-то чужим. Каждая мелочь напоминала о Косте, которой – удивительная быстрота. Пока не с Равинским ужинали, уже успел собрать свои вещички и уехать. Должно быть, к любовнице. Даже думать об этом было больно и противно. Но не думать невозможно. Постель показалась Алёне холодной и пустой. Кухня удручающе заброшенной. Да, это был дом её родителей, но в последние годы здесь неизменно был Костя. И всё тут было связано с ним, будто пропитавшись его духом. Алёна неожиданно поняла, что не хочет здесь больше находиться. И уж тем более не желает в такой обстановке растить своего будущего сына. Кроме того, было у Алёны и ещё одно соображение. Она прекрасно понимала. Новое дело – это ещё и новый скандал. Сразу после того, как чуть-чуть утих предыдущей. Она уже с содроганием представляла себе утренние заголовки газет и телевизионных эфиров. Понятно было, что работать в этом городе она больше не сможет. А значит? Значит, надо было переезжать и как можно скорее. Следующим утром она вновь позвонила адвокату. Он как-то долго не брал трубку, и Алёна даже успела слегка обеспокоиться. Всё ли с ним нормально? Не решила ли сладкая парочка Ксении и Косте как-то отомстить ему за своё позорное поражение? Но нет. Всё оказалось куда прозаичнее. Что-то случилось? Явно зевая, поинтересовался Равинский. Алёне даже стыдно стало. Разбудило человека. Ладно, ей самой не спалось, но можно было бы подумать, что не стоит никого тревожить в такую рань. Часы над дверью укоряющие сообщали ей, что времени всего-то половина шестого. А голос мужчины был хоть и сонным, однако в нём явно слышалась тревога. Должно быть, перепугался. Решил, что в такой час можно звонить только по острой необходимости. Ох, извините, пробормотала Алёна. Совсем не подумала о времени. У меня ничего срочного. Наверное, лучше будет перезвонить попозже. Не надо, отозвался адвокат. Всё равно уже разбудили. Я понимаю, вам сейчас нелегко. Говорите. Просто хотела уточнить. У вас же наверняка остались контакты тех застройщиков, что готовы были выкупить мой дом. Переехать решили, понимающий уточнил мужчина. Правильно. Я и сам об этом подумываю. Всё-таки резонансное дело. Боюсь, нам с вами здесь ничего не светит в плане работы. Да и в принципе, так будет спокойнее. А давайте тогда вместе. Неожиданно для самой себя предложил Алёна. Ну, в смысле, в один и тот же город. Вдвоём, наверное, полегче будет устроиться на новом месте. Так они и поступили. И за то время, что заняла продажи недвижимости, поиск подходящего нового места и развод Алёны, они как-то сблизились. Какие-то тёплые дружеские чувства, укреплённые всем тем, через что им пришлось пройти вместе. В итоге, было принято решение поселиться в одном доме. Сперва они жили скорее, как хорошие соседи. Но сближение их неизбежно продолжалось. И как раз к тому времени, когда Алёне подошла пора рожать, оба поняли, что стали полноценной семьёй. Равинский торжественно пообещал, что примет её сына и будет растить как своего. И у Алёны не было причины сомниться в правдивости его слов. На новом месте он довольно быстро и успешно устроился на новую работу. Здесь никто не знал о его неудачливом прошлом. Зато последняя история восстановления справедливости гремела на всю округу. Но, опять же, в отличие от их родного города, здесь симпатии общества оказались скорее на стороне Алёны. Сама она решила, что повременит с поисками нового места как минимум до родов, а то и до момента, как сын немного подрастёт. Всё-таки она, как никто, знала, что ребёнку потребуется тщательный уход. Да и просто присутствие мамы рядом. Впрочем, довольно быстро ей стали поступать предложения от разных клиник, готовых подождать столько, сколько понадобится, лишь бы она встала на ноги после беременности. Жизнь налаживалась. Точно в положенный срок Алёна родила, как и ожидалось мальчишку. Правда, и это радостное событие оказалось несколько мрачено. Должно быть, сказались постоянные стрессы, преследовавшие мать на всём протяжении беременности. Ребёнок был не слишком здоров. Требовал особого ухода и лечения. Алёне оставалось только порадоваться, что она пока не приняла ни одного предложения от потенциальных работодателей. «Теперь уже точно, ей нужно неотступно находиться около Пети», так назвали сына. Водить его на процедуры, давать лекарства и просто следить за состоянием малыша. Однако, не даром Алёна имела медицинское образование и многолетний опыт работы на скорой. Там, где многие мамочки растерялись бы, она уверенно бралась за дело. Уколы, таблетки, лечебный массаж, и прочие необходимые манипуляции, всё это она могла давать сыну сама. И делала это с необычайным усердием и мастерством. К тому же, она сама могла отслеживать изменения состояния ребёнка и в случае чего совместно с педиатром корректировать лечение. Кроме того, Алёна зарылась в последние научные статьи, которые, признаться, уже давненько не открывала. Казалось, она прочитала всё, что за последние годы было написано о болезни её сына. Используя старые связи в медицинской среде, она находила лучших специалистов в этой области и консультировалась с ними. Всё это определённо дало свои плоды. Здоровье Петти стремительно улучшалось, несмотря на то, что изначально врачи давали очень осторожные прогнозы насчёт того, что он вообще сможет выздороветь. Однако любовь, забота и невероятный профессионализм его матери делали своё дело. Алёне прошедшее время казалось вечностью. Но на самом деле прошло не больше полугода, когда, наконец, врачи признали Петю абсолютно здоровым. Прямо из больницы. Она чуть не плача от счастья и облегчения позвонила мужу и сообщила ему о радостном событии. Дмитрий в самом деле порадовался за мальчика, как за родного. По такому поводу было решено устроить дома праздничный ужин. Алёна накрыла на стол, а супруг, купив кое-каких вкусностей и подарков, даже пораньше отпросился с работы, чтобы не задерживать торжество. Ему не терпелось вернуться домой, поцеловать жену, обнять исцелившегося сына. Должно быть, он слишком сильно торопился. Слишком велико было радостное возбуждение, в котором он пребывал. Возможно, ему стоило быть более внимательным и лучше следить за дорогой. А может быть и так, что всё это не имело никакого значения и тому, что случилось, было просто суждено произойти. Дмитрий увидел, как прямо перед его машиной на дорогу выкатился футбольный мяч. А за ним, совершенно не глядя по сторонам, резво бежал десятилетний мальчишка. Тормозить было поздно. Машина неминуемо должна была наехать на зазевавшегося ребёнка. И тогда он принял единственно возможное решение. Резко выкрутил руль. Автомобиль задёргался, закрутился, съехал на обочину. Затем подскочил и, будто подхваченный, какой-то неведомой силой, перевернулся набок. В первую минуту Дмитрий почувствовал острую боль в ногах. Но потом произошло то, что испугало его ещё больше. Совершенно неожиданно боль прекратилась. Он прикоснулся к своему бедру и с ужасом понял, что не чувствует этого прикосновения. А дальше всё было для него как в тумане. То ли он сам вызвал скорую, то ли кто-то из набежавших зевак. Кажется, уже из машины он позвонил жене, потому что в клинике была и она, и их сын. А может, опять же, её вызвал кто-то другой? Кто? Откуда ему было знать? Он плохо ориентировался в пространстве и вообще не слишком хорошо понимал, что происходит. «Дела ваши плохи, голубчик», печально сообщил ему врач. «Повреждение позвоночника». «Необратимое?» тут же спросил Алена. «Нет, но нужна операция. Либо дорогая в частной клинике, либо ждать очереди. Сколько ждать, сами понимаете, никто не скажет. А пока придётся передвигаться на коляске и лучше бы не затягивать с операцией, пока она ещё сможет помочь». Он ещё долго объяснял Алене какие-то медицинские детали, что конкретно за повреждение, какая нужна операция и какой требуется уход. Дмитрий обречённо слушал вполуха. Он всё ещё пребывал в шоковом состоянии, а кроме того, в принципе, едва ли был способен понять специальную терминологию, из которой практически полностью состояла речь двух докторов. Так, едва успев избавиться от одной беды, семья получила другую и на этот раз куда более серьёзную. Дмитрий больше не имел возможности полноценно заниматься адвокатской практикой и лишь оказывал удалённой консультации. Понятное дело, поток клиентов был непостоянный и заработок у него то был, то исчезал. Но даже и в те периоды, когда приходили деньги, количество их оказывалось весьма удручающим. Алёна связалась с одной из клиник, предлагавших ей работу. Естественно, теперь, когда у неё на руках был не только маленький ребёнок, но и муж с инвалидностью, она тем более не могла бы работать полноценно. Но ей удалось договориться о разовых выездах с моментальной оплатой за каждый из них. На несколько часов она ещё могла оставить Петю с Димой, пусть и не без смутной тревоги за обоих. Денег стало заметно меньше, чем раньше. Приходилось как-то ужиматься, экономить на всём, кроме необходимого. Ведь теперь нужно было ещё и откладывать хоть понемногу, в надежде, что удастся накопить на операцию для мужа. Всё это было невероятно трудно. Однако, супруги не отчаивались. По крайней мере, им было где жить и было что есть. Петя рос здоровым, крепким и больше не проявлял ни малейших признаков заболевания. А кроме того, они были друг у друга, бесконечно любящие, прошедшие множество испытаний и уверенные, что вместе сумеют преодолеть и всё остальное. Так прошло около трёх месяцев, когда на телефон Алены поступил странный звонок. Она сняла трубку и услышала вежливый мужской голос, назвавший с упросительной интонацией её полное имя. «Да, это я», растерянно ответила Алена. «А кто это?» «Видите ли», ответили ей с другого конца провода. «Дело в том, что я нотариус Ксении Викторов Навересаевой». В этот момент Алене захотелось не просто положить трубку, а отбросить от себя телефон так, будто он только что превратился в огромного паука или ещё какую-нибудь подобную тварь. «Ну чего ещё от неё нужно этой ужасной женщине?» Подавив первый порыв, она жестом подозвала мужа и поставила звонок на громкую связь. «И что вы хотели?» поинтересовалась Алена с холодной вежливостью. «Видите ли, Ксения Викторовна умерла после тяжёлой болезни». «И в этом что ли я тоже виновата?» «У моей доверительницы осталось некоторое состояние, по правде сказать, весьма приличное, и, согласно её завещанию, все свои деньги она хотела бы оставить вашему сыну Петру, а вас, соответственно, назначить финансовый управляющий до совершеннолетия мальчика». Алена и Дима изумлённо переглянулись. «Это ещё что за фокусы? Во-первых, откуда это у несчастной, разорившейся вдовы нашлись какие-то деньги». Впрочем, то, что она совсем не так бедна, как прикидывается, было понятно ещё во время истории с судами. Но с чего бы это вдруг она решила оставить всё состояние никому-нибудь, а именно Пете?» «Однако», тем временем монотонно продолжал нотариус, «Есть ещё один претендент на наследство Ксении Викторовны, а именно её нынешний муж Константин Семёнович Вересаев. Он намерен оспорить завещание, так как считает, что имеет право на получение следства покойной в полном объёме. Собственно, моё дело уведомить вас об этом и передать завещание. Когда мы сможем встретиться?» «Это сложно, мы сейчас живём в совершенно другом городе», начала было объясняться Алёна. «Отправьте заказным письмом, срочным», отрезал Дмитрий. «Мы оплатим». «Алёна Фёдоровна», вопросительно протянул нотариус. «Да-да», поспешно отозвалась она. «Так и поступим. Прошу прощения, это всё очень неожиданно, мы должны обдумать это». «Понимаю», отозвался нотариус. «Что ж, хорошего вам дня». Он положил трубку, и в комнате повисло неловкое молчание. Никто не знал, как реагировать на этот звонок. Они просто смотрели друг на друга, как бы без слов, передавая все свои сомнения и опасения. А вдруг это неправда? Вдруг очередная хитроумная ловушка, подстроенная Ксенией и её нынешним мужем? «Надо дождаться, пока придут документы», «наконец», сказал Дмитрий, «а там уже думать». Так они и поступили. Когда пришёл заветный конверт, Дима проверил его по каким-то своим юридическим каналам. Алена не вникала в эти тонкости. Ей достаточно было того, что супруг подтвердил. Завещание, судя по всему, действительно настоящее. Да и вдова, как он выяснил, в самом деле не так давно покинула этот мир. «Я бы сказал, что нужно идти в суд», твёрдо произнёс муж. Конечно, со всем имуществом она погорячилась, муж действительно имеет право начать наследство, если, конечно, заявит такое требование, но и полностью оспорить последнюю волю он не сумеет, если мы будем действовать. «Это что, опять судится?» устало вздохнула Алена. «Может, ну его, но зачем нам её деньги? Ещё неизвестно, какими путями заработанные». «Дело твоё», пожал плечами Дима. «Но деньги всё-таки предназначены сыну. Мне кажется, он имеет право на комфортную безбедную жизнь». «Имеет, но я всё никак не могу понять, как такое ей в голову ударило, что она решила поступить подобным образом. Нет ли здесь какого-то подвоха?» «Я как юрист его не вижу», немного подумав, ответил муж. «Негде тут быть подвоху, просто негде. Знаешь, всякое бывает, может раскаялась. Люди перед смертью ведь часто задумываются о том, что плохого они сделали в жизни и как это можно исправить. Вот и она, возможно, подумала о том, сколько горя тебе причинило и решила хоть как-то это компенсировать». Алену это всё не слишком-то убедило. Безусловно, она верила супругу, но какие-то подспудные сомнения терзали её. Она долго не могла принять какого-то решения. Всё обдумывала, размышляла, прикидывала варианты и безуспешно пыталась найти тот самый подвох. А в это время её бывший муж уже атаковал суды всех возможных инстанций с тем, чтобы оспорить завещание своей второй жены. И почему-то именно эта его настойчивость стала для Лёны главным аргументом. Ксения, быть может, и раскаялась, а вот Костя никак не желал успокоиться. Ему было как будто всё равно, кому и сколько зла он причинил. И теперь всерьез решил отнять деньги по праву принадлежавшие маленькому мальчику, причём его биологическому сыну. Такой невероятный цинизм, такая тяга разбогатеть любой ценой пробудили в Алёне ту самую ярость, уже практически забытую. Она снова ринулась бой. Ей жизненно необходимо было не столько получить эти деньги, сколько в очередной раз показать бывшему мужу, что он категорически неправ. дима дима несмотря на своё скованное положение с энтузиазмом взялся за это дело. Составлял какие-то прошения, ходатайство, собирал материалы, даже лично добрался до суда, хотя это представляло для него понятные трудности. Алёна подозревала, что он ухватился за эту возможность во многом потому, что очень уж соскучился по нормальной работе. Что ж, она прекрасно могла его понять. В итоге, как и предсказывал Дима, суд удовлетворил требования бывшего мужа, но лишь частично. Какая-то часть наследства отошла ему, как первому претенденту на деньги покойной. Однако гораздо больше получила Алёна, вернее сказать сын, о чём не забывал напоминать женщине её дотошный супруг и неизменный адвокат. «Мы же теперь сможем оплатить тебе операцию», восторженно сказала она после суда. «Нет, не можем», отрезал он. «Деньги принадлежат только Пете и должны быть использованы на его благо, на обучение, на одежду, ну, на такие вещи. Быть может на квартиру, когда-то же ему потребуется своя, но уж точно не на операцию для совершенно левого мужика». «Ни какой-то не левый мужик», возмутилась Алёна. «Ты его отец». «Формально да, но даже если бы я был ему биологическим отцом, мы бы не имели права на подобное расходование средств. Ты ведь не хочешь, чтобы эти деньги все-таки достались кости? Значит, надо играть по правилам». Алёне играть по таким правилам не хотелось совершенно. Получалось так, что теперь у них было какое-то баснословное количество накоплений, и потратить их они могли, чуть ли ни на что угодно, кроме самого необходимого. А ведь время шло, и чем дальше, тем меньше было шансов у Дмитрия снова встать на ноги. Операция нужна чем быстрее, тем лучше, а их средств едва ли хватило бы, чтобы оплатить даже половину. Тогда Алёна решила взять дело в свои руки. Да, она не могла воспользоваться деньгами, но связями это могла. Позвонила старым знакомым, поговорила с одним, другим, третьим. Все они чем-то добыли и обязаны. Кого-то она выручила со сложным пациентом, кого-то прикрыла, когда нужно было срочно отлучаться с работы. И итогом всех этих хитрых переговоров стало то, что очередь Димы на бесплатную операцию подошла гораздо быстрее, чем можно было бы представить. Естественно, он чего и не узнал о манипуляциях супруги, который вряд ли бы одобрил. Но она не могла поступить иначе, ведь будучи медиком понимала, ситуация критическая, еще месяц промедления мог бы стоить ее горячо любимому мужу возможности ходить. В итоге операция прошла успешно, не дав никаких осложнений, но это было лишь началом долгого пути к выздоровлению. Да, врачи вернули возможность ходить, но теперь Дмитрию, несколько месяцев проведшему в инвалидной коляске, предстояло заново научиться это делать. Мышцы ног ослабели, отвыкли от нагрузки, мозг несколько позабыл, как именно следует управлять этими странными нижними конечностями. И то, и другое предстояло привести в порядок постоянными упражнениями, лечебными массажами и медикаментами. И все это требовало денег. И вот тут-то как раз помогли накопления, которые супруги предполагали пустить на саму операцию. Вновь Алена напрягла все свои связи, чтобы получить консультации у лучших реабилитологов. Она же заставляла мужа ежедневно несмотря на лень и прочие факторы разной степени объективности повторять необходимые упражнения. Это было нелегко. Не замечая немедленных результатов, Дмитрий расстраивался и порой уже готов был сдаться и на всю жизнь вернуться в уютную мягкость инвалидной коляски. Не глупи, строго говорила ему Алена в такие моменты. Ты умеешь ходить и можешь. Тебе надо только вспомнить, как это делается. А что если я забыл насовсем? В отчаянии спрашивал он. Что если мы все же опоздали с операцией и во всем этом нет и не было никакого смысла? Если бы это было так, врачи точно сообщили бы об этом. А они дают тебе очень хорошие прогнозы. Давай, надо только немного постараться. Не хочешь ради себя, но сделай ради меня, ради нашего сына в конце до концов. И Дима, сжав зубы, вставал, опираясь на специальное приспособление и вновь пытался сделать хотя бы шаг. Он сам не заметил наступления того момента, когда это у него получилось. Наступил на одну ногу, на другую, выдохся, устал, остановился, чтобы отдышаться и только тут издал победный крик, сообразив, что у него наконец-то получилось. Дальше все пошло уже куда легче. Самое сложное было позади сделать первый шаг. На секунду но ощутить, что ноги слушаются его команды. Почувствовать хоть на одно мгновение твердую опору. Понять, что все врачи, включая его жену, не врали и не ошибались. Он действительно мог и умел ходить. Теперь оставалось всего ничего. Не терял Дмитрий времени и в работе. Старательно изучал новые материалы, отыскивал необычные судебные дела. Поток клиентов, желающих получить у него консультацию, потек сперва тоненьким ручейком, а затем превратился в бурную реку. Теперь каждый его день был под завязку набит работой и вскоре начали образовываться очереди из желающих получить от него квалифицированную юридическую помощь. А спустя полгода Дима уже вполне уверенно держался на ногах, пусть все еще и нуждался в дополнительной опоре в виде тросточки. Это было определенно гораздо лучше того, на что он мог бы рассчитывать. И в тот же день, что он окончательно сменил костыли на палку, произошло еще одно важное для него событие. Теперь, вернув себе возможность свободно передвигаться, Дмитрий мог из виртуального мира снова оказаться в реальном. Вновь мог беспрепятственно ходить по судам, назначать встречи со свидетелями по делам, искать информацию, доступную только в бумажных архивах. Словом, мог полноценно вернуться к любимой работе. Он не стал устраиваться в какую-либо фирму, поскольку за время болезни накопил весьма приличную клиентскую базу. Многие из этих людей жаждали от него не только консультаций, но и полноценного ведения дел, и очень обрадовались, узнав, что это наконец-то стало возможным. Потому что лучший адвокат в городе арендовал себе комфортабельный кабинет и с гордостью объявил об открытии частной практики. Алена тоже не стала засиживаться дома. Она провела с Петей ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы устроить его в детский сад. А потом вышла на работу. Все в ту же клинику, которая пошла ей навстречу самые тяжелые для семьи времена. Правда, решила, что хватит с нее постоянных нервов, связанных с работой на скорой. Тем более, что ее с удовольствием приняли на должность обычного терапевта. Работа была немного скучноватая, зато легкая и относительно спокойная. Не случалось каких-либо задержек или внеплановых выходов. Кроме того, Алена всегда успевала забрать сына из садика, поскольку частная клиника имела все возможности предоставления сотрудникам весьма гибкого графика работы при довольно высокой зарплате. Впрочем, совсем уж спокойной жизни у Алены так и не получилось. Как бывшего врача скорой, ее постоянно просили помочь то в одном отделении, то в другом. Не в силах отказать, она помогала каждому. И делала это максимально профессионально, что, конечно, не могло остаться незамеченным руководством. Алена начала стремительно продвигаться по службе. Сначала стала заведующей отделения терапии. На этом посту она провела несколько лет, прежде чем покинула клинику прежнее заместитель главврача. Разумеется, лучшей кандидатуры на эту должность нельзя было и представить. Петя тем временем пошел в школу. Он радовал родителей как своими оценками, так и поведением и, безусловно, здоровьем. От его новорожденной болезненности не осталось ни малейшего следа. Мальчишка рос крепким, умным, добрым и в меру озорным. Обычным словом ребенок из счастливой и благополучной семьи. Любимым его времяпрепровождением стали прогулки по парку в сопровождении родителей. Хотя, конечно, чаще вырываться удавалось только одному из них. В тот день это оказалось Алена. Они с Петей затеяли какую-то веселую игру. То ли догонялки, то ли что-то в этом роде. Матери, однако, было сложно. У нее постоянно было ощущение, что кто-то неотступно следит за каждым их шагом. И в какой-то момент она поняла, что именно было причиной этой потенциальной угрозы. На одной из лавочек сидел неопрятного видомощи всей видимости, проживавшей в этом парке. И он действительно не отрывал взгляда от Алены. Глаза их встретились, и она с трудом удержалась от пораженного восклицания. Дав сыну какое-то мелкое поручение, вроде покупки мороженого, она подошла к загадочному бродяге. «Что с тобой стало?» спросила она безо всякого сарказма, с искренней печалью в голосе. неожиданно. Неожиданно для самой себя она поняла, что почему-то жалеет этого человека, который когда-то, не так давно, если подумать, был ее мужем, и до сих пор, как ни крути, оставался биологическим отцом ребенка. «Как видишь, ничего хорошего», вздохнул он. «Уж не знаю, что было бы, если бы я тогда и в самом деле отсудил у тебя все деньги, но вряд ли бы они пошли мне на пользу. То, что осталось, то, как видишь, не пошло. Хотя было там не то, чтобы мало. Такая злость меня хватила после смерти Ксюши. На нее, на тебя, на адвоката этого, а потом тоска». «Запил?» Помощившись, спросила Алены. «Запил», признался он. «По-черному. Даже вспоминать сейчас страшно. А тогда казалось нормально все. Деньги-то были на то, чтобы водку покупать. Думал, что они не кончатся никогда. И несколько лет, как в тумане. Даже не помню, как на улице оказался. Ведь вроде квартира была. А как очнулся. Рыпнулся было в ту сторону, а там какие-то другие люди живут. Меня знать не знают. А только документы-то на них оформлены. А как очнулся-то? Удивилась Алена. Ей казалось, что у таких историй не бывает даже относительно хороших финалов. Еще в бытности ее врачом-скорой самые частые смерти, которые она видела, вот такие вот выпивохи, отравившиеся или замерзшие. Как правило, когда кто-то из сердобольных прохожих все же обращался за помощью, сделать было уже ничего нельзя. Да повезло видать, сказал Костя. Деньги закончились раньше, чем наступило совсем уж непоправимое. Сперва, конечно, ломало меня страшно. Хотелось хоть где, но достать бутылку. Но достать я нигде не мог. Вот потихоньку и отпустило. Ума только не приложу. Что дальше делать? А точно отпустило? Строго уточнила Алена. Абсолютно, уверил ее бывший муж. Раз уж сумел как-то вырваться из этого, больше ни капли. Хватит с меня. Ну, в таком случае, улыбнулась она, у меня есть для тебя предложение. Я сейчас заместитель главврача в одной клинике, и у нас недавно освободилась вакансия дворника. И что самое приятное, к ней прилагается коморка. Не слишком комфортабельная, но все лучше, чем в парке ночевать. А там глядишь, и что-нибудь получше подвернется. Как? Хочешь? Ты серьезно? Алена с удивлением заметила, как на глазах у кости выступили слезы. Конечно, возьмусь. Только с алкоголем, ни-ни. Вот хоть раз кто застукает, считай, ты снова на улице. у нас этим строго. Спасибо тебе, Аленка, растроганно сказал он. Хорошая ты. Уж извини меня, если сможешь за все зло, что я тебе причинил. Да что там? Она махнула рукой. Давно уж простила. Жизнь благо наладилась, и все теперь хорошо. Вот только одно мне покоя не дает. Может, ты мне сможешь объяснить, чего это вдруг Ксения так расщедрилась? А это... Костя отчего-то ухмыльнулся. Да ей все покоя не давало, как вы с ней внешне похожи. Не знаю, замечала ли ты, но это и вправду было так. Вы все же еще и ровесница почти. Она всего-то года на три старше тебя была. Так что сходство было особенно заметно. Все переживала по этому поводу, а потом возьми, да и найми частного детектива. И уж он-то выяснил, что вы, оказывается, сестры. Отец твой сначала на ее матери был женат, но что-то у них не заладилось. А тут у нас с ней размолвки пошли. Она бедная заболела, а я не слишком в общем рвался ей как-то помогать. Тогда она наверное страшно во мне разочаровалась и пожалела, что так несправедливо отнеслась к тебе. Тем более сестра. надежнее. Мол, если ребенка оставить, я-то точно к этому не буду иметь отношения, ведь формально я ему никто. Понятно, вздохнула Алена. Ну, ты тогда приходи завтра в клинику, будем тебя устраивать. И она поспешно отошла от Кости, поскольку уже видела, как с другой стороны аллеи к ней бежит Петя. Она крепко взяла сына за руку, и вместе они отправились домой, а по дороге Алена размышляла о превратностях судьбы и о том, как же ей повезло со своей семьей. Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго!